Всем привет! В этом видео я подготовил для вас последние новости игры War Thunder, так что с вас лайк, а я быстренько по ним пробегусь. Девсервер обновления точно в цель, второй девсервер сейчас доступен, и на нем можно глянуть несколько новинок, которые нам не показали ранее. Например, премиумный бомбардировщик Ту-1 для совместных боев. Боевой рейтинг у него 5,7, хорошая скорость, приятное управление, хоть и есть проблема с выходом из пике, особенно на низкой скорости. У него доступно 3 подвеса по 1000 килограмм, такая бомба, кстати, уничтожает все и не требует ювелирной точности. Доступно еще 3 по 500, хотя не вижу смысла, если есть 3 по 1000, ну и для профессионалов штурмовки 6 по 250 килограмм. Во лбу две 45-ки и две 23-мм пушки, но они скорее для лобовых и против самолетов, чем против танков. Плохой выход из пике и дикий разброд 45-ок против стрельбы танком в крышу, а главный минус самолета это отсутствие бомбового прицела. Но в целом могу сказать, что для совместки крафт реально хороший. Японцам дали новый фантом, у него лучше радар и новые радиолокационные ракеты с перу, но сервак что-то лагал на ДЭВе и особо тестить не получилось, ибо просто некомфортно было там летать. А так в целом думаю, это все еще актуальный и хороший самолет для авиа РБ. В этот раз нам все же показали карту Бреслау. Временные рамки это вторая мировая, сам город в руинах и напоминает он карту Берлин в плане разрушений. Сам город, кстати, разделяет река. Выглядит он красиво, это одна из самых атмосферных и визуально приятных карт в игре, на мой взгляд. Но, опять же, есть огромное такое но. Карта большая и представляет из себя муравейник. Ни о каком контроле центра или еще какого-то направления речи быть не может. Враг может ехать куда угодно и откуда вообще угодно. Законтрить его передвижение или просчитать проезды, где вообще будет этот самый противник, практически нереально. Так же, как и получить удовольствие в формате боев 8 на 8, ибо бои превращаются в банальные прятки. На мой взгляд, как всегда, улитка сделала не для геймплея карту, а чисто чтобы такая вот большая была, не такая как у конкурентов. Да и, наверное, сами игроки не особо-то дотрагивались до тестирования этой карты, ну и ее создания. А этого всего, просто что она красивая, да, недостаточно, чтобы считать карту хорошей. Ведь мы приходим поиграть, не только насладиться, да, каким-то пейзажем. Пейзажем можно насладиться и Google Maps. Короче, разделить бы этот Бреслау на две части, и цены этой карте не будет. А пока, да, красиво, но, как всегда, скучно. Нужны карты компактнее, ну или же с большим количеством живых игроков на этих самых картах. Кстати, японскую БМП Type 83 серьезно понерфят. Во-первых, у нее забирают возможность стрельбы птурами на ходу, а во-вторых, добавляют БК первой очереди вместо кассетного заряжания. Немного пострелял ты автопушкой, ну и все, гуляй, Вася, уходи на долгое КД. Очень спорный нерв, коробочка крутая, одна из лучших, но разве не такой техникой нужно и привлекать игроков в такие непопулярные нации, как Япония? Да и в чем сейчас имбовость этого тайпа? Не в том, что он там птурами стреляет, а в завышенной живучести после отключения халбрейка. Эта штука держит и каморники, и кумысы, и ламы. Вот живучесть было бы логично нерфануть, ну или просто поднять ей боевой рейтинг, там с 8.3 до 8.7, без создания дискомфорта владельцам этих тайпов, которых у нас единицы. А самое интересное, это то, что главную проблему Вартандера, наконец-то на радость танкистам, понерфили. Нордом и Белл Папом уменьшили количество взрывчатки в ракете. Теперь, попав в танк или же просто рядом, вы можете его ракетой не забрать. Короче, у РВП стали более скиллозависимыми, ну и более рандомными. И это просто смешно, ведь этот нерф не борется с самой причиной, почему задалбывают Г-91 и ранняя штурмовка в совместных боях. Даже после вот этого нерфа, чел, взявший точку и пострелявший по танку, все равно вылетит в начале боя на штурмовике, и все равно кого-то убьет. Скилловики, как убивали парой штурмовиков, все живое на сервере, так и будут убивать. А лоу скиллам или же просто средним игрокам-танкистам, которые просто когда-то задонатили на Г-91 премиумный, им порежет эффективность при игре на этих самых самолетах. Нерф вроде бы как есть, а летка в начале боя все так же токсична, как и была. Вот только к непробитиям под ровными углами в борт танков, которые вы видите там на ютюбе у себя на экране постоянно, добавится еще и попадание в крышу ракетами, делая этот цирк разнообразнее. Единственное и правильное решение это снижение очков возрождения из-за взятия нейтральной точки. Самолеты, которые уничтожают танки, должны появляться к середине или вообще к концу боя, причем заслуженно за активные результативные действия, а не за то, что ты на пуме, взяв ее не по рангу, точку захватил, и пару типов там где-то из-за карты разведал. Только нерф очков возрождения и заточку, и никак иначе это можно побороть. Ну, а на этом, собственно, на сегодня у меня все. Не забудьте заглянуть в описание к видео, там и скидочка на премы, и дискорд, и даже группа вконтакте. А вам всем счастья, здоровья и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok